Йоу, вазап! Меня зовут Кирилл Савицкий, и давай сегодня мы с тобой познакомимся немножко поближе, да, вот, к примеру, сейчас у меня свой бычковый продакшн, где мы снимаем видосы за бабосы для компании, но начинал я в далеком 2014-м как раз-таки со свадеб. Я думаю, многие из вас также либо начинали, либо сейчас начинают свой путь в видосы за бабоса как раз-таки через свадьбы, и мы вместе с командой Хохлов Саботовский решили создать такую новую экспериментальную рубрику, которую назовем «Горько снята», в рамках которой мы попробуем разобраться, снимать свадьбы это вообще зашквар, это кринж, или это нормальное классное дело. И сегодня у нас получается такой, типа, пилотный выпуск. Я постараюсь рассказать тебе вообще, как я начинал, что я делал, зачем я это делал, мое отношение к свадьбам и почему в 2018-м году я решил все это дело вот так забросить и уходить в коммерцию и создавать там свой бычковый видеопродакшн. Глава 1. Назовем ее «Мой путь в wedding filmmaking». Это был 2014-й, я учился на втором курсе универа по специальности математик-системный программист, и у меня был мой первый фотоаппарат Canon 600D, и на него я там, что там, я снимал там какие-то бесплатные фоточки девочек, какие-то там видосики такие же около бесплатные. И вот как-то в такой, около бесплатной съемке, я снимал свою подругу-фотографа, во время съемки я ей звонил, там, какие-то ребятки ей говорят, типа, ля, малая, слушай, там, на свадебку фотограф, на, чё почём. Ну, я слышу, такой ухо прислонил, такой, блин, слушай, а посоветуй меня, типа, я тоже, видео, видео, может, им видео надо. И она такая спрашивает, может, вам видео надо, они говорят, а шо почём? Я такой, так, шо почём, шо почём? Потому что это был 14-й год, все деньги, которые у меня тогда были, это, у меня там была повышенная стипендия в университете, это примерно, там, 30 долларов, я им такой называю 200 долларов. Я такой думаю, блин, ёлки-палки, может, я перегнул, блин, сейчас сольются, может быть, там было, сказать, там меньше, ничего такое. И они такие говорят, да, да, хорошо, типа, я такой, ууу, пупупупупуха, вот так я попал на первую свадьбу. И вот так, короче, вплоть до 2016 года я снимал какие-то посредственные, там, свадебные видосики за небольшой прайс, но за это время я научился, там, пользоваться камерой, держать её в руках, там, настраивать экспозицию, там, держать композицию, как-то это базово монтировать, как-то, там, базово пытаться цветокорить. Короче, каким-то, вот, базовым навыкам, там, видеосъёмки я учился за это время, то есть, там, никакого, там, творчества, какого-то, там, типа, офигенного киношного, там, или чё-то там такого, ничего такого не было, были довольно-таки посредственные видосы. Какой-то тяги кино или тяги к прекрасному у меня тогда не было вообще. Я от свадеб просто хотел заработать бабосиков. Я хотел заниматься чем-то более интересным, чем, не знаю, быть грузчиком или на заводе у станка стоять. И чтобы, может быть, в перспективе от этого получать какое-то признание, что типа, ой, какие классные видосики. Вот этого я хотел. И, в принципе, я так подумал, что эти три пункта здесь можно реализовать. Но любви к жанру свадебного видео у меня тоже там близко не было. Для меня это было как-то все слишком мимимишно, приторно, сладко. Потому что в это время я параллельно там был вокалистом в дедкор-группе. Все брутально и классно. А тут какие-то эти бусечки, поцелуйчики и вот это вот все. Нифига не понятно. В то время я просто пытался делать примерно так, как делает там большинство средних свадебных видеографов. Но чуть дешевле. Вот и вся политика была. Но примерно в 2016-м меня уже наскучило просто бегать и делать посредственные свадебные видосики. И я начал замечать там работы каких-то фотографов прикольных, которые там делали фоточки в пленочном стильке. Какие-то там киношные видосики. Я такой, блин, прикольно, кайфовый визуал. То есть вот такая какая-то тяга к визуалу, она начала уже появляться. И я такой, блин, а вот тут, мне кажется, будет веселее. Здесь как-то будет интереснее, кайфовее, задорнее. И я начал пытаться какие-то вот такие визуальные истории, то, что там мне где-то нравилось. Я пытался применять это в свадебные видео. Ну и, короче, я бегал такой, пытался как-то улучшать визуал. Какую-то более интересную композицию строить. Какие-то более прикольные ракурсы. Какую-то более такую киношную картинку, что ли, по моему мнению, на тот момент. И к 2017-му году уже произошла такая точка перелома. Где я такой, нет, все, я не хочу больше снимать вот то, как раньше. Я лучше вообще свадьбы туда не буду снимать. Типа, задолбало это все. Допустим, я вот хочу, типа, свадьбы снимать какие-то, чтобы они были мрачные, такие, слоумошные, киношные, какие-то драматичные. Придумал, короче, какой-то свой стилек, как я подумал, что мне это будет по кайфу. И всем просто начал говорить, я делаю только так. До этого я там делал фильмы, там, по часу, по полтора. Потом я такой начал говорить, нет, все, только 20 минут. Это, там, 17-й год. Все такие, типа, что, какие 20 минут? Я такой думаю, блин, да пофиг вообще. Если никто у меня не возьмет этих свадеб, все, я просто не буду больше свадьбы эти снимать. Потому что без кайфа это делать, да пофиг, лучше-то реально на завод вернуться. А оказалось, что таких ребяток, как я, которым задолбали видосы, где там просто сочемся здесь в траве, здесь в кустах сочемся, очень много. И когда я задрал прайс в два раза, там, типа, и всем сказал, что я теперь делаю вот такие вот чинемакики и фильмицы по 20 минут, у меня осталось свадеб еще в два раза больше. И дальше я такой повышал, повышал, повышал прайсик, типа, прокачивал как-то стилек, начал переходить из мрачных киношек, там, типа, в какую-то более живую репортажную историю. И вот в восемнадцатом году я уже дорос, там, типа, до того, что там в среднем мой свадебный видос стоил тысячу долларов. Я такой, о, кайф, кайф, зашибись, типа. Каждый год у меня был рост по бабкам примерно x2. Вот в восемнадцатом году я такой посчитал, типа, годовой доход, начал выходить, там, где-то 35 тысяч долларов за год. Я такой, кайф, в семнадцатом году было в два раза меньше. Я такой, круто, 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 очень классно. И потом думаю, так, это у меня уже практически, там, типа, самый высокий прайс в Белоруссии. Это я уже снимаю, там, около, там, 20, там, 25, там, свадеб в год. И я больше не хочу делать их. И вот это вот максимум, дальше я уже начинаю жестко выгорать. И получается, что? Получается, в 2019-м у меня не будет 70 тысяч долларов за год. И мне что-то как-то стало грустно, что я нащупал такой потолок для себя свадебного рынка, что дальше мое все развитие, оно будет нацелено лишь на то, чтобы, ну, поддерживать этот статус топа. Вот. И вот на этой мысли я как раз-таки решил идти в коммерцию. Потому что там можно и делегировать что-то. В свадебках ты не можешь делегировать. То есть ты не можешь, там, взять свадьбу и ребятам сказать, ну, снимать будет другой чувак. Или, там, сказать, что, типа, ну, монтировать будет другой чувак. То есть обычно такую информацию скрывают, потому что все хотят, раз вот ты, там, Кирилл Савицкий, свадебный видеограф, значит, ты должен нам все и снять, и смонтировать. Это ж мы тебя, такого великого творца, заказываем. Вот. В видеопродакшнах все наоборот. Там каждый спец должен заниматься своим. И это нормально, что у тебя вот оператор, этот чувак, режиссер, вот этот чувак, художники-постановщики, вот эти чувачки, вот этот чувак красит видос, вот этот монтирует, там, и так далее. Если вот попытаться ответить на вопрос, свадьба это кринж, зашквар или классное дело, и стоит ли тебе этим заниматься, там, начинать это или продолжать это. Я думаю, правильный ответ будет такой. Если ты сам для себя считаешь, что снимать свадьбу это стыдно и не прикольно, то нафиг тебе не нужно их снимать. Потому что без прикола здесь ты быстро, во-первых, выгоришь, во-вторых, будешь снимать посредственную фигню за немного денег. То есть, типа, и денег не будет, и кайфа не будет, нафиг оно надо, займите лучше, чем другим. Но если ты для себя считаешь, что свадьба это прикольно, побывать на каких-то классных тусовках, это классно, общаться с людьми в это время, это прекрасно. Особенно иметь возможность пообщаться с какими-то такими крутыми ребятками, с которыми так в жизни ты не должен был бы пересечься. Если ты считаешь, что попытаться как-то снять прикольно какую-то там тусовку обычную и смонтировать это так, что там по сюжету получается будто это фильмец, и тебе это доставляет какой-то там трепет и удовольствие, то да, чувак, тебе стоит попробовать поснимать свадьбы, потому что это прикольно. И сейчас я такое играю во все эти видеопродакшены, игры, снимаю видосы за бабосы, коммерши и бла-бла-бла. Жалею ли я, что я начал свой путь в эти вот видосы за бабосы именно со свадеб? Да вообще нет, вообще нет. Я с большим удовольствием использую весь тот опыт, который я получил в свадьбах, сейчас в коммерции. То есть, например, чтобы в свадьбах хорошо снять там какой-то свадебный фильмец, тебе нужно классно уметь адаптироваться, быть гибким, чуть что быстренько пролететь там вот туда, потому что там какая-то эмоция произошла, и тебе нужно снять ее с хорошей композицией и так далее. И сейчас в коммерции мы можем, даже если у нас там на съемочной площадке пошли какие-то отклонения от раскадровки, или мы там решили что-то еще поснимать, мы можем снять больше шотов, тратя на это меньше времени, и они будут все классные. И до свадеб я был довольно застенчивым чувачком, мне было сложно там общаться с людьми и так далее. И вот я ходил на все эти тусовки, и там учился общаться с людьми. Я такой, ходил там, кого-то доколупал, что-то мы там с кем-то знакомились и так далее. А это мне что помогает? Это мне помогает сейчас общаться с клиентами, строить какие-то диалоги, довызариваться на какие-то проекты. Короче, потраченного времени на свадебную видеографию мне вообще не жаль. И кстати, ребят, вот вам еще один мотивационный пример обычного парня, который просто любил кино, видосики, начинал свой путь со съемок в метро, а стал крутым режиссером на рекламных роликах для таких компаний, как Шанель, Луиз Виттон, Рибак, Адидас, Редбул, Яндекс, Сбербанк, Элджей и вот много еще других там всяких ребяток, брендов и так далее. Я сейчас говорю про режиссера Феликса Умарова, который, кстати говоря, как-то раз у нас здесь на канале давал интервьюшку, в которой про вот этот весь свой путь рассказывал намного подробнее. А еще он подготовил для тебя бесплатный мини-курс по режиссуре клипов и рекламы. И если ты также сидишь сейчас такой, снимаешь свадебки и думаешь, блин, как было бы круто там снимать какие-то большие проекты, большие крутые клипцы и всякое такое, то это отличная возможность для тебя разобраться в том, какие задачи выполняет режиссер на проектах, как он там, например, пишет тритменты, где находит идеи, как прокачивать свою насмотренность, как он работает в связке с оператором-постановщиком, чтобы делать вот такие вот крутые кадры. И если ты хочешь научиться киноязыку, узнать, какие вообще стилистические визуальные решения существуют, разобраться в коммерческой режиссуре и так далее, то, дяденька, забирай бесплатный мини-курс от Феликса Умарова по ссылочке в описании, вон там где-то внизу, и прокачивайся, становись круче, лучше, больше, сильнее, умнее. Вот такая вот у нас была полезная рекламная интеграция про режиссуру. И на этой ноте мы продолжаем и поговорим сейчас про то, как я ушел в продакшн. Честно говоря, я рад, что я ушел в коммерцию. Здесь во мне проснулся снова вот этот вот азарт, так сказать. Потому что в свадьбах уже наскучило как-то, то есть было вот это вот такое грустное ощущение, что вот он потолок. Я пришел в коммерческие видосы, я здесь ноль, я понятия не имею, как вообще, что такое тритменты, что такое режиссуры, что режиссеры делают. Кто такие операторы-постановщики, чем они отличаются от видеооператоров. Типа, что такое свет, как его ставить, как вообще все вот это вот делать и как вообще заявить клиентам, что здрасте, я вчера снимал свадьбы, а сегодня хочу уже рекламы снимать. Дайте мне, пожалуйста, эти рекламы. В сфере видеопродакшна можно расти бесконечно далеко. Здесь сложно там через 4 года своих развивашек нащупать там какой-то потолок или его хотя бы увидеть. Вот даже, например, у нас в Беларуси, я знаю точно, что есть люксовые видеопродакшны, которые снимают коммерческие видосы с бюджетом там более 100 тысяч долларов. Что будет, если наш видеопродакшн дойдет тоже до проектов там сотни тысяч долларов? Станет ли мне снова скучно? Закочу ли я это все бросить там типа и уйти во что-то новое? Честно говоря, фиг знает. Но в моей фантазии, если такое произойдет, то к тому времени я смогу уже делегировать большинство невеселых для себя задач и уже кайфовать как такой взрослый дядька. Ну что ж, давайте подытожим, выберем какие-то плюсы, а также минусы свадебной видеографии. Но для начала я бы хотел вам вообще поделиться своим мнением по поводу сферы свадебного видео. Я вообще не считаю, что свадебное видео это какой-то стыдный путь. Наверное, это потому, что я знаю сферу свадебного видео не по дяде Васе с такой вот камерой на плече, который снимает, как ребятки сосутся в кустах там типа, а гуси какие-то летят и всякая такая з***а. Я знаю сферу свадебного видео по крутым спецам, типа Нойерфильмс, типа Маруфильмс, типа Рикардо Фассоли, Андрея Хромова, Рома Хлюстова, Юлии Вапиловой и так далее. Все эти ребята делают очень стилевые свадебные видосы, где можно бесконечно разбирать там типа и режиссуру монтажа, и операторскую работу, то, как они работают со светом, в том числе с естественным светом, как они работают со звуком, как вот это вот все неподконтрольное репортажное месиво делают в структурированный классный интересный фильм с каким-то сюжетом. В общем, я благодарен за этот опыт и с удовольствием использую все полученные навыки в коммерческом видео, так будто бы там была очень проработанная раскадровка, очень классная режиссура, хотя нет, просто там типа видеографией позанимался, я типа с 170 вот так побегал туда-сюда, и вот мы налепили красоты. Окей, плюсы свадебной видеографии. Я тут себе пометил немножко. Первое. Никаких препродакшенов. Это класс, спасибо большое. Второе. Ходишь на кайфовые тусовки, общаешься с интересными людьми. Класс. Третье. Ты не несешь ответственность за подрядчиков, за организацию этого всего. Там это организаторы свадебные, пускай этим занимаются. Ты просто снимаешь. Четвертое. Быстрые деньги. Пятое. Это относительно низкая планка для входа, что позволяет тебе быстренько расти и становиться крепким спецом. Шестое. Я считаю, что свадебная видеография это довольно-таки продуктовая история. То есть в своем портфолио ты показываешь то, в каком стильке тебе нравится работать, в чем ты силен, как ты делаешь. И уже ребятки, они выбирают тебя по стильку, типа мы согласны с тобой, мы берем вот то, как ты видишь, то, как ты это делаешь. В то время как в коммерции ты должен сделать там типа то в пленочном стильке, то вылизанное что-то, то такое, то такое, то такое. То есть ты должен быть такой шестеренкой в механизме рекламной кампании, где ваш видосик должен быть, не знаю, органичным показательством продукта, органичным словом бренда. А теперь что у нас по минусам, то, что я тут пометил. Первое. Не очень респектабельный жанр среди других киноделов. Второе. Относительно невысокий потолок для развития. Третье. Довольно-таки линейный обмен времени на деньги. Четвертое. Одинаковая структура каждого проекта. То есть в коммерции то ты снимаешь тут бабушку, она там что-то бегает, то ты тут скейтеров снимаешь, то ты тут просто снимаешь флакон духов, то есть постоянно какое-то разнообразие. Типа свадьбы, что люксовые, что там типа не люксовые, все равно торт в 10. То есть структура всегда одинаковая. Здесь у нас утро невесты, здесь у нас получается церемония происходит, тут тусовочка сама, типа здесь торт, типа и погнали домой. Из-за этого твоя интересная творческая профессия легко превращается в неинтересную рутину, где тебе легко выгореть. Пятый минус. День сурка. Полгода ты снимаешь, потом полгода монтируешь, так до бесконечности. Шестой минус. Постоянных клиентов няма. Все клиенты они новые, и тебе постоянно нужно напоминать о себе. Седьмой минус. Другие видеографы для тебя скорее конкуренты, нежели коллеги. Например, в коммерции, там типа другие операторы, другие продакшены и так далее. Это прям коллеги, то есть они могут тебя подтянуть на проект, там типа вы можете как-то скалабиться, чтобы там мощностями сделать более крутой проект, который по отдельности вы не можете делать. А в свадебной видеографии у вас в любом случае идет конкуренция за ограниченное количество молодоженов. И вы там дружите, не дружите, но все равно вы будете как бы ревностно относиться, чтобы там типа какой-то видак не забрал у вас какую-то пару. Ну и последний минус, по моему мнению, это невозможность масштабироваться, невозможность автоматизировать свадебную видеографию. Что как бы еще дополнительно ограничивает ваше развитие, типа и ваше благополучие, благосостояние. В общем, какие-то такие у меня мнения по поводу свадебного видео. Пиши в комментах, согласен ты, не согласен. И нам очень, кстати, интересно было бы послушать твое мнение в целом по поводу рубрики. Да, интересно ли тебе в будущем слушать что-то про свадебную видеографию, типа про вот эту вот сферу. Да, как тебе вообще такой формат. Я надеюсь, в этом видосе ты нашел ответы на свои какие-то вопросы, с которыми ты сюда пришел вот смотреть вот этот ролик вместо ролика с котятами. И если тебе было полезно, то будь добр, лайкосик поставь, напиши там какой-то приятный комментик. И все. Все, ребятки. Счастья, здоровья, грошей побольше. Я пошел.